Виноградов Юрий Вы заправляете левую руку под шею, чтобы у вас был кросс-спейс, могли отворачивать голову от себя, правую руку под подмышкой и берете себя за предплечье. Мне кажется, что в боковом контроле лучше держать такой захват, потому что между моими руками меньше пространства, нежели о таком захвате. Начинаете с бокового контроля. У вас рука под шеей, вес на носочках, что вы можете подбирать человека плотнее. Рука заправляет андерхук под рукой. И мне кажется, что плотнее держать такой замок, нежели такой. Вы забираете боковой контроль, левым коленом отключаете локоть, отключаете руку. Теперь моя задача освободить левую руку из-под шеи и кулаком, лезвием разворачиваясь перед головой, поставить его в пол сюда. Правая рука свободно идет под бедра, для того, чтобы Миша не мог на меня забегать. Я делаю высид, ногами разворачиваюсь в сторону ног. И я забегаю через север-юг на ту сторону боковой контроль. Когда я забегаю, у меня рука начинает выпрямляться отсюда. Чем глубже ее вы заправите, тем для вас будет лучше. Грудь будет давить плечо вниз, как при обычном треугольнике. С одной стороны у вас перекрывает плечо, с другой стороны рука будет перекрывать артерию. Закрываете треугольник руками, и весь вес начинаете опускать шею отсюда. Получается Дарс. Старайтесь избегать вот этой части, так давление вы будете делать больно человеку. Мне кажется, что если вы заправите чуть поглубже руку, то вы перекроете большую часть шеи и сможете сделать за счет веса. Не за счет того, что вы изламываете шею, а за счет того, что вы давите с одной стороны плечо вниз, а с другой стороны у вас рука как стопор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok